Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменены все массовые мероприятия. Поэтому 75-ю годовщину Победы в этом году мы отметим в непривычном онлайн формате. О ходе подготовки говорили сегодня в Доме правительства. Яркие вымпелы, баннеры с поздравлениями, тематические арт-объекты. Города и районы республики почти закончили праздничное оформление. Чувашия активно принимает участие не только во всероссийских акциях, но и запускает свои проекты. Самая главная акция, которая нас сегодня всех объединила, это акция, которая реализована по инициативе Олега Алексеевича с 20 апреля. Это акция «Вместе гордимся» и проходит под этим хэштегом. На сегодняшний день уже около 5000 человек разместили свою историю о своем ветеране в социальных сетях. Много работы еще предстоит, поскольку традиционный парад и праздничные концерты переместятся во дворы ветеранов. На территории Чувашской республики проживает всего лишь чуть более 500 участников Великой Отечественной войны, приравненных к ним. Поэтому две акции, которые очень важны. Первое – это парад под окнами ветерана. И второе – концертные площадки во дворах. Предлагаю в течение до конца этой недели главам городов, администраций и районов очень деликатно, индивидуально подойти к каждому ветерану. Кто-то встает, кто-то может подойти к окну. С нашей стороны подготовлена четкая рекомендация, как это сделать. Непосредственно 9 мая жители страны ждут различные телевизионные акции. Чествование ветеранов со всех уголков страны пройдет в формате многочасового телемарафона. Вечером всех россиян призывают присоединиться к акции «Фонарики Победы». Подойти к окну, зажечь свечу, экран мобильника, другой источник. Чтобы огоньки напомнили нам о всех, кто ценой собственной жизни подарил нам победу. Богдана Дойникова, Бахтияр Велеев, Республика.